из Ирана, предприятие из Белоруссии. Мне кажется, что вот сегодня обмен технологиями, вот показ всех новых достижений, он настолько стремительно каждый год растет, что вот она очень актуальна, эта выставка. И с каждым годом она разная. Она становится все разнообразнее и интереснее для всех участников. И очень много у нас результатов. Если нужны какие-то конкретные результаты, то мы можем об этом тоже сказать. Да, конечно, скажите. Можно вопрос по слове, если можно, да, вот именно в отношениях в Армении и России, товарооборот, насколько эта выставка, эта экспо все-таки содействует развитию торгового оборота между двумя странами, несмотря на то, что Россия является нашим стратегическим партнером, товарооборот, по-моему, увеличивается не такими уж высокими темпами. Саша, саша, Путин, ассоциативу, раций, ну, паточка, чай. Добрый день, уважаемые коллеги. Замечательный вопрос. Хочу сразу сказать, что товарооборот на самом деле увеличивается. Он несколько уползает на самом выражении. Но в товарном выражении он увеличивается. Падение в стоимостном выражении связано с тем, что курсовые колебания, которые происходят в России, не дают возможности вот выйти на тот же уровень, который был и прежде. Потому что рубль значительно упал по сравнению с драмой. Если мы будем брать отсчет за точку отсчета доллара. И я могу вам сказать, что такие выставки, они очень способствуют развитию двусторонних экономических отношений. И вообще сейчас очень перспективно такое направление сотрудничества, как межрегиональное сотрудничество. Как было уже сказано, приезжают представители различных предприятий из новых регионов России, будут рассуществляться непосредственные контакты. с представителями армянских компаний из разных регионов. И вот эти вот прямые связи, осуществляющиеся между компаниями, между российскими областями, армянскими марзами, они, конечно, вносят огромный вклад в общий успех нашего экономического сотрудничества. И я хочу сказать, что оно неуклонно развивается, развивается по всем направлениям. И, как я уже сказал, на мой взгляд, сотрудничество между регионами является наиболее перспективным.